Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ и новые запчасти, а в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь. Продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните, и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. Интересен ли немецкий премиум в формате кроссовера? Сейчас мы расскажем вам все о Audi Q5 первого поколения. Итак, встречаем! Audi Q5 первого поколения на многих рынках продавалась лучше, чем Mercedes, GLK и BMW X3. И это неудивительно, потому что автомобиль получился волшебный. Он юркий, комфортный, привлекательный. Хотя опыт первых владельцев показал, что первые машины просились на дилерское СТО, чтобы побороть тягу к нефтепродуктам и избавиться от пинков при езде. Но вам небольшой спойлер. Все эти и многие другие косяки были устранены. Так вот, как же поживает эта машина в 2023 году? И какую из этих автомобилей выбрать? Потому что выпущено их было немало. Она выпускалась с конца 2008 по 2017 год. Итак, обо всем сейчас подробно расскажем. У Audi Q5 с кузовом все отлично, но есть откровенно слабые места. Начнем с того, что с кромок задних арок легко откалывается краска. Также краска откалывается и с передних арок. Но для передних арок есть специальные защитные накладки, которые закрывают арку по всей окружности, то есть закрывают кромку арки. Для задних крыльев таких защит нет. Иногда владельцы устанавливают щитки, которые прикрывают края заднего бампера. И это щитки-расширители, а не расширители арок из комплекта оффроуд. Также можно вот эти арки, то есть кромки арок, забронировать пленкой. Также краска откалывается с кромок дверей. Здесь ее протирает песок. Вот это место можно защитить оригинальной резиновой накладкой, а также можно наклеить с внутренней стороны защитные полоски. При больших пробегах краска начинает откалываться с крыльев в местах контакта с бампером. Затем металл начинает ржаветь. Вообще, если эксплуатировать Audi Q5 в регионах с обилием песка, то со временем придется перекрашивать передние крылья, задние двери и задние крылья. В корпус заднего стеклоочистителя неторопливо попадает вода. Вода приводит к коррозии шестерен и шатунов редуктора. Пока редуктор не заклинил и не стер зубья на пластиковой шестерне, его надо разобрать, почистить и смазать. Фары буквально на всех машинах Audi Q5 начинали запотевать уже после 3-5 лет эксплуатации. Как выяснилось, пластик фар оказался хрупким и на морозе появляются трещины буквально бесконтактно из-за тряски и езды по ухабам. Трещины возникают сверху возле крепления фар. Трещины супертонкие, но все равно через них попадает вода. Запотевание фар ни в коем случае игнорировать нельзя, потому что выйдет из строя вся электроника, заржавеет отражатель, а также заржавеет шторка, которая переключает на дальний свет. В период молодости выходили из строя светодиоды, причем тухла вся гирлянда дневных ходовых огней. Также были случаи выхода из строя блока управления светодиодами. На многих Audi Q5 начинает закусывать и скрипеть карданчик рулевого вала. Плюс в нем возникает люфт. Оригинальный карданчик стоит 500 долларов, но можно купить заменитель за 130. Там в комплекте идет карданчик плюс крестовины, а можно еще дешевле отремонтировать, то есть купить крестовины отдельно. Их можно заменить. Еще упомянем, что насос ГУР у Audi Q5 слабоват. Дилеры его меняли по гарантии. Гул и тяжесть вращения говорят о том, что его необходимо менять, хотя после замены он служит достаточно долго. Оригинальный стоит 1000 долларов, есть заменители за 500. Также надо будет инвестировать в замену жидкости гидроусилителя каждые два года. Кстати, все, что я сказал, касается дорестайлинговых Audi Q5, потому что в рестайлинговых уже электрическая рулевая рейка. Кстати, Audi Q5 отлично диагностируется по всем параметрам. То есть состояние двигателя и трансмиссии можно узнать по ошибкам и фактическим параметрам. Поэтому обращайтесь на профильные СТО, которые знают эти автомобили. Там их можно хорошо и правильно продиагностировать. Многие покупатели Audi Q5 сделали выбор в пользу бензиновых двигателей. Мощность и экономичность мотора 2.0 TFSI устраивала буквально всех. Но потом выяснилось, что эти злосчастные моторы семейства EA88, но второго поколения, не прочь нормально так поесть масло. Грубо говоря, маслозаливную горловину приходилось откручивать намного чаще, чем лючок бензобака. В итоге дилеры в этой ситуации меняли поршневые кольца, а также меняли двигатели. А вот если машина приехала из Европы, либо гарантия слетела, то тогда все это приходилось оплачивать владельцам из своего кармана. На сегодняшний день масложрующих моторов 2.0 TFSI на дорестайлинговых Audi Q5 практически не осталось. В общем, проблема была решена. Но все-таки перед покупкой стоит убедиться, что двигатель действительно получил обновленную цилиндропоршневую группу. А если двигатель 2.0 TFSI все-таки поджирает масло, то тогда надо установить новый узел клапана системы вентиляции, а также убедиться, что турбина не гонит масла. И если менять масло при городской эксплуатации в период более чем 7,5 тысяч километров, то тогда поршневые кольца, скорее всего, залягут. Но в этом случае может помочь раскоксовка. Кстати, чтобы контролировать уровень масла, капот открывать не нужно. Щупа там нет совсем. Есть электронный щуп, который выводит данные в меню бортового компьютера. Также не стоит забывать о цепи ГРМ. У нее очень маленький ресурс – 120 тысяч километров – предел. Состояние цепи можно оценить через смотровое окошко. Там увидите шток натяжителя. Если шток вышел на 8 борозд от пружинки стопора, то тогда цепь надо менять. Также косвенно можно оценить состояние цепи по диагностическому ПО, т.е. относительно отклонения распредвала от коленвала. При эксплуатации двигателя 2.0 TFSI надо посматривать за модульной помпой. Она пластиковая течет. Оригинал стоит 300 долларов. Вообще, у нас есть подробнейший обзор двигателя 2.0 TFSI и A888 второго поколения. Там вообще о всех проблемах рассказано. Ну и подытожим. Если Audi Q5 с этим мотором 2.0 TFSI ухожен, досмотрен и у него пробег, например, 300 тысяч километров, то он не развалится в ближайшие годы. Со второй половины 2011 года Audi Q5 получили обновленные двигатели 2.0 TFSI. Это все тоже семейство EA888, но уже третьего поколения. У них 4 форсунки непосредственного впрыска и 4 форсунки для впрыска в коллектор. Эти двигатели никогда не расходовали масло и в принципе считаются удачными. Однако по отзывной кампании производитель менял переднюю опору распредвалов, так как эта опора приводила к задирам и износам самих валов. Также маслоотделитель надо устанавливать последней ревизии. Цепь ГРЭМа у этих моторов входит 140 тысяч километров. Проверяется состояние цепи тем же способом. Помпа такая же отдельная и пластиковая. Ну, а других проблем дорогих у этих моторов практически нет. До сентября 2012 года Audi Q5 оснащались бензиновыми V6 объемом 3,2 литра. Это хороший, надежный и неприхотливый мотор. Цепи ГРЭМ там надо менять каждые 200 тысяч километров. Остальное все мелочи. С середины 2012 года самыми мощными моторами для Audi Q5 первого поколения стали новые 3,2 V6 с непосредственным впрыском и нагнетателем типа Roots. Как обычно бывает, новый двигатель стал менее надежным. То есть известны случаи задира в цилиндрах в этих моторах. Это происходило как из-за разрушающегося катализатора, также из-за наваливания на холодном моторе. Цепи ГРЭМ там тоже надо менять примерно при пробеге в 200 тысяч километров. Дизельные Audi Q5 в основном приезжали из Европы, причем не с маленькими пробегами. Но в этом ничего страшного нет. Однако в первые годы выпуска двигатель 2.0 TDI страдал от отключения маслонасоса. А маслонасос, который встроен в модуль балансиров, отключался из-за износа шестигранного вала, который соединяет шестерню с ротором насоса. Эту проблему производитель решил в октябре 2009 года. Больше никаких особых нареканий для этого мотора мы не нашли. Кстати, у нас есть подробнейший обзор этого двигателя. Можете заглянуть в него на нашем YouTube-канале. С весны 2014 года Audi Q5 получил новые дизельные двигатели 2.0 TDI, с ультажа чугунный блок, ременной привод ГРМ и Common Rail. Ну и еще больше экологических систем. Явных механических проблем в этом двигателе нет. Гурманы выбирают Audi Q5 с трехлитровыми турбодизельными моторами 3.0 V6 TDI. В общем, суть какая? Это моторы семейства EA897, чугунный блок цилиндров, Common Rail и цепной привод ГРМ со стороны маховика. У этого двигателя есть непослушные вихревые заслонки, приводная тяга которых просится на замену, ну, чтобы ее заменили на более надежную. Больше всего эти моторы не любят езды с минимальным запасом топлива. ТНВД Bosch меняли подзывной компанией. Но до сих пор, если проехать на этом моторе с пузырьками воздуха несколько мгновений, ТНВД начнет потихонечку стругать стружку. Эта стружка разнесется везде. Пьезофорсунки, естественно, этому рады не будут. И чтобы избавиться от этой стружки, придется заменить даже топливный бак. Ну и из всего сказанного про все моторы Audi мы можем сделать вывод, что откровенно неудачных моторов на Audi Q5 первого поколения нет. На Audi Q5 устанавливали механические трансмиссии. Сразу скажем, это очень в редких случаях. И к шестиступенчатой механике никаких вопросов нет. По автоматам. Встретить дорестайлинговую Audi Q5 с классической гидромеханической автоматической трансмиссией практически невозможно. Она ставилась только на версии с мотором 3.2 V6 и только на тех машинах, которые привезены из США. Там стоит трансмиссия ZF6 HP28. Это отличная, надёжная ресурсная трансмиссия. Кстати, у нас на канале есть её подробнейший обзор. Большинство Audi Q5 были оснащены фирменной преселективной трансмиссией S-Tronic. Эта трансмиссия называлась DL501. У неё мокрое сцепление и, не поверите, очень даже хороший ресурс. Да, мехатронный блок пережил несколько ревизий. И вообще, в гарантийный период её основательно перетряхнули, устранив все недостатки. В итоге получилась трансмиссия с хорошим ресурсом, то есть она может пройти 300 тысяч километров. Так как в её основе конструкция обычной МКПП, то при капремонте достаточно поменять ремкомплект маховика – это 600 долларов. Самосцепление – 1700. Эжекционный насос – 170. Если изношен подшипник крышки сцепления и самосцепления, к этой сумме надо ещё добавить 240 долларов. Чтобы S-Tronic ходил долго и счастливо, то надо обновлять в нём трансмиссионное масло каждые 60 тысяч километров, либо же чаще, если машина интенсивно эксплуатируется. Также, если нет вот этих неадекватных отжигов, то тогда можно сэкономить на замене сцепления, поменяв только фрикционы, если стальные диски не изношены. Отметим, что у мокрых DSG сцепление представляет из себя пакет фрикционов. Именно о них идёт речь. С 2011 года Audi начала отказываться от своего фирменного S-Tronic, оставила его только на двухлитровых дизелях. Все же остальные версии, включая двухлитровые турбобензиновые, получили новую гидромеханическую трансмиссию. Это детище от компании ZF. Причём эта трансмиссия сразу получилась надёжной и не требующей доработок. В общем, считается, что Audi Q5 с восьмиступенчатым автоматом – это самая лучшая версия. Хотя неубитый S-Tronic, в принципе, тоже может дать хороший результат по ресурсу. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну а теперь минутка рекламы. В «АвтоСтронге» вы можете приобрести не только очень качественные БУ и новые запчасти, а также масла, антифризы, тормозные жидкости, разнообразные присадки, также жидкость для стеклоомывателя и множество автомобильных аксессуаров. И как вишенка на торте вы можете приобрести вот такой ароматизатор с лысым мужчиной. А также не забывайте про нашу фирменную сувенирную продукцию. Ну что, мы на СТО и продолжаем. При взгляде с нижнего ракурса кажется, что Audi Q5 – очень надежный автомобиль, и это впечатление не обманчиво. Привод Quattro фактически неубиваемый, и это выгодно отличает Audi Q5 от конкурентов из BMW и Mercedes, потому что там полный привод раз в пару лет требует внимания. Трансмиссии у Audi особенные. Привод на переднюю ось и передний редуктор встроен прямо в их корпус. В S-Tronic идет 7 литров масла. Масла у них разные, а в классический автомат идет 5 литров АТФ. И еще четыре с половиной литра масла идет в передний редуктор. В общем, цена оригинального масла примерно за литр 30-40 долларов. Передняя подвеска надежная. Первые замены сайлентблоков приходились на пробег в 150 тысяч километров. Как правило, первыми сдавались именно сайлентблоки верхних рычагов. Они крохотные, и стоимость по оригиналу всего лишь 22 доллара за штуку. Абсолютно все сайлентблоки нижних рычагов продаются в оригинале. Вот этот, например, самый здоровый задний сайлентблок нижнего рычага стоит по оригиналу 70 долларов. Вот эти сайлентблоки тоже нижнего рычага поменьше стоят 25-30 долларов. Вот эта шаровая опора нижняя передняя стоит по оригиналу 130 долларов. В общем, подвеска Audi Q5 полностью ремонтопригодная и можно все расходники купить по оригиналу. Это стоит вменяемых денег. Правда, если дойдет до снятия передних рычагов, болт, фиксирующий их шаровые опоры к поворотному кулаку, так просто не снимется. Обычно так просто снимается его гайка, а вот шляпка болтает. Если попытаться его провернуть, срывается. Но ничего страшного, это даже к лучшему, потому что есть лайфхак. Оставшийся сверху в креплении поворотного кулака стержень можно вытянуть, накручивая гайку на его резьбу. Разумеется, лучше воспользоваться удлиненной гайкой, а затем, когда при вытягивании резьба закончится, нужно подкладывать между ней и кулаком гайку потолще или любую другую проставку. Пилить кулак или уродовать его любым другим способом не обязательно. Кстати, если влететь в яму или бордюр, то поворотные кулаки передних колес могут треснуть. Трещины в районе шаровых опор не такая уж и редкость, поэтому надо покупать бэушный на замену, либо же новый. Оригинальный стоит 450 долларов. Есть, кстати, немало заменителей. Задняя подвеска супер живучая. При пробеге в 250 тысяч километров придется заменить сайлентблоки нижних H-образных рычагов. Оригинала нет, но есть заменители, то есть аналоги полиуретановые по 5-8 долларов за штуку. А вот ресурс оригинальных ступичных подшипников весьма интересен. На некоторых Audi эти подшипники начинали гудеть уже к пробегу в 100 тысяч километров, а на некоторых спокойно выхаживали 200 тысяч километров. Оригинальные ступичные подшипники для Audi Q5 стоят 250 долларов. Неадекватная эксплуатация и порванные пыльники приводят к износу внутренних шрусов. Внутренние шрусы с триподами продаются отдельно. Оригинал стоит по 1000 долларов, поэтому лучше их вовремя смазывать и менять пыльники. Обычно Audi Q5 со стороны днища очень выглядит долго свежо, за исключением вот этой вот соединительной муфты с двумя хмутами. Дело в том, что муфты и два хмута ржавеют до безобразия. И эту не самую серьезную поломку можно услышать по появившемуся рычащему звуку выхлопа. По прошествии лет Audi Q5 выглядит не таким уж страшным и ломучим автомобилем. Главное следить за этим авто. Ну, что сказать. Двухлитровая турбочетверка, если вовремя не поменять цепь ГРЭ, может стукануть. Дизельные моторы вряд ли огорчат этим. S-Tronic нуждается в бережной эксплуатации. Подпальное сцепление будет стоить дорого. Ну, а в остальном всё довольно-таки демократично и ремонтопригодно. Просто следите за Audi Q5. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».